В этом году, 1 сентября, 70-летний юбилей отметил бы олимпийский чемпион, самая яркая звезда советского хоккея, омская гордость Виктор Блинов. Он родился в Омске. Здесь же впервые надел коньки и вышел на лед. После нескольких лет тренировок под руководством своего наставника Владимира Кукушкина, Блинову в составе омского «Спартака» удалось совершить настоящую сенсацию – в чемпионате страны отобрать очки у московского «Динамо». Хоккейная коробка у нас была, где сейчас спортзал и бассейн. И маленький домик одноэтажный. А футбольное поле также сохранилось. Ну, сейчас прошло уже давно, это реконструкция, все понастроили, жили вместе мы на сборах. Ну, чем запомнился Виктор? Ну, одаренный, одаренный как талант, как и в любом виде, как в любом деле. Ну, есть люди одаренные, это самое. Ему очень все легко давалось. Я думаю, если бы он, допустим, занимался игревым спортом, он бы также мог чемпионом. У него что-то такое особенное были, очень сильные руки. В то время, в 16-17 лет, он уже поднимал двухпудовые гири и делал такое крест. Ложись, Блинов бросает. Такое услышать можно было часто. Товарищи по команде подтвердят – соперники боялись его броска. Мол, такого мощного по силе не было ни у кого в стране. Да и, пожалуй, сегодня аналога не найти. Когда Виктор Блинов пришел 6 сентября 61-го года в команду «Спартак» Омского, он был сразу замечен талантом броска своего. И вы знаете, это подтвердилось и потом, когда его уже в 64-м году пригласили в московский «Спартак». Он дружил с Силовым Бомаровым, в близких, так сказать, отношениях товарищеских был. И это был талантливейший защитник по точности и силе броска. И вы знаете, вначале мы думали, что это просто, так сказать, фантазия и легенда. Но когда к нам приезжали крупные наши хоккеисты, то они все подтвердили, что он настолько сильно бросал и точно, что у противников ломались клюшки. И это подтвердил фетисов и подтвердили те хоккеисты, которые были здесь. Был такой момент, играя с металлургом, с Новокузнецким, ему отдали пас, он от синей линии бросил, вратарь поймал. И был до того сильный бросок. Ну, еще, конечно, тогда и ловушки только появились такие слабенькие. И мальчишка вот так вот поймал, бросил вместе с ловушкой в ворота шайбу. Ну, и отбил руку. Вот, это один из примеров. Ну, еще сила броска. Мы на «Динамо» часто просто бросали от борта до борта. Но он свободно перекидал коробку и улетал аж на трибуну. И очень хорошие улитки были с шайбой. Я думаю, сейчас даже не владеют современные хоккеисты. Вот он чувствовал на себе игрока и показывал в одну сторону, резко разворачивался с шайбы. И оставался опять, обзор он отдавал. Ну, это и есть таланты. В конце лета в Омске проводится турнир имени Виктора Блинова. Как правило, мемориал собирает полный стадион болельщиков. Память о молодом советском спортсмене хранит и Омский хоккейный музей, который находится в спортивном комплексе имени великого хоккеиста. Здесь многое напоминает о нем. Фотографии, реквизиты, первые газетные интервью и даже именной перстень имеется. Должен сказать, что вообще история создания этого перстня связана со смертью Тихонова, хоккеиста. Когда умер он, то было решено увековечить хоккейных, так сказать, гигантов, что ли, так сказать. И таких набралось 142 человека. И на хоккейном матче в арене Омск представители Москвы приехали. Было вручение это сделано. Виктор Блинов, завоевав, так сказать, славу хоккеиста, появился у нас на многих страничках, журналах, газетах, везде. И поэтому, когда открывали музей, решили, что возможно восстановить, сделать это дело. Это его, так сказать, главный портрет, его профиль. На второй фотографии вы видите, это команда, которая возвращается из Гренобля во Франции. Вторым идет Виктор Блинов. Победный марш, так называют. Это первая форма, которая была на Блинову. Но не эта именно форма, а символ этой формы. Потому что в те времена даже не было хоккейного шлема, играли в велосипедном шлеме. И мы специально, когда подбирали вот этот экземпляр, показали, с каким трудом достается победа и игра. А бодранные ботинки, бодранные шлемы – это все было. И Виктор Блинов играл именно в такой форме. Несмотря на столь короткий карьерный срок, Виктор Блинов был и остается одним из сильнейших защитников того времени. В день 9 июля 1968 года он не успел завершить очередную тренировку. У 22-летнего хоккеиста остановилось сердце. Сегодня об олимпийском чемпионе можно вспомнить, проходя мимо стадиона «Динамо», где он обычно тренировался. Здесь же неподалеку жила его семья. Того дома, в котором проживал Блинов, уже давно нет. Но память о великом спортсмене будет жить вечно. Вот мне кажется, он больше всего и любил играть. Похоже, что кроме вот этого ничего такого и не было. Вот любовь к спорту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова